ученик превзади учителя это выглядит так значит это один из моих учеников садил на гряды посадил сотнями тысячами наверно тут и получила вот такую картину это уже послушался меня или сам догадался сверху песок собал дальше не знаю но на всякий случай говорю видите как идет могут зайти все могут ни одной может частично просто я вас ознакомлю с этим с разными этими ну видите у этой девушки все взошло прекрасно это просто прислали фотографии я радуюсь за них у каждого семьи свой характер почему это надо знать при посадке вот с одного мешка посажены в один день манжирский абрикос и без полность три года догадайтесь почему они так рано зацвели не должно быть объясняю я на них привел королевские королевские не пошли прививки они очень быстро зацвели но главное другое инфицирование произошло характер разделились этот раньше один год попадал под заморозок этот проносила другой вот теперь этот попадал под заморозок а этот уже с плодами вот вам прекрасно и учебный материал и наконец если этот всегда был мелкие не крупные этот мнение не отвлекаться я не мог фотографию не навтыкал одна ветка ярко-бородово-красные самые красивые фотографии вы видели не раз я раз 20 показывал а один год но не вкусно а другой будет крупная желтая ура думаю и все и третий год опять не вкусно опять мелкие вот вот это я к чему говорю вот не то что называется расщепление свойства что называется то что называется наследственность расшата наследственность опережая всех надо садить именно на постоянные места опережая всех то есть не нас а садоводов скажем надо садить именно на постоянные места уже проклюнувшиеся семена и полив полив бугры быстро высыхает то есть смотрите зима здесь если посадить проклюнуть семечки вероятность что зайдут около то есть как все будут расти очень высокая но может убить крайними возвратными заморозками а даже морозами то есть идеальной технологии нет попробуйте в игре написать три пункта в один год будет прав пункт а второй будет пункт б а третий пункт в то есть вот поняли да меня образно так вот это мы еще видим снаружи и даже это я к этому мы еще подойдем это важнейший момент который это когда догадывался многие годы многие годы там под землей те же самые провокации ранее зима уснули семечки посадили 8 пришла пора еще осень а опять тепло ура весна думает провокация случилась думает семечка и проклюнулась снова мороз погибло а мы весной сходу ждем также картина повторяется весной но об этом мы еще дальше пойдем вот то есть проклюнувшая костика с некоторой долей опасности вот почему нельзя эгэ слова-то какие некоторые доля опасности представляет пункт 2 все-таки посадить некоторая доля опасности может быть такой вопрос наверно там требуется вот да нет пошел вот так чтобы нормально чтобы вот это с некоторой опаской с некоторой долей вероятности с некоторым риском вот как надо это объяснять как я ну и принцип тот же садите больше садите в разное время а то сейчас кто-то вот взял сейчас возьму ручкой буду за железом повторять 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 вот пункт 1 пункт 2 пункт 3 пункт 3 вот и в результате это у меня все получится сейчас в москве минус 30 пообещали это ужас это для московских неготовых садов изувеченных сейчас опять это называется костлявая рука смерти это косой пройдется по московским садам и все это идет сюда курал началось это кольский полуостров показывает стрелки вот сейчас идет на москву уже минус 20 а даже 20 смертельно для искорительных садов ну чё будем учиться дальше вот ну положительный пример смотрите вот это черная земля так и вот черная такая вся из себя вот а вот это вот песочек я еще удивился почему учитывая что песок осень быстро высыхает очень быстро как они еще умудрились зайти ну кто-то умудрялся видел каждый день поливать потому что высыхает мгновенно вот серия истина где-то между этим и этим ну глаз радуется взошли же давали землю важнейший момент потому что вот вам сейчас да вот все сделаете так вот допустим в этих погребах в холодильник прислали дальше то что давали землю шел 1993 год помню а мне сказали вот вот тебе землю ты никто ты металлок потом смело стивили сказали ладно сдашь экзамены заместителю главы администрации по сельскому хозяйству я положил свои учебниками нахватался ясно все не запомнить невозможно в эти самую генетику я не лез вот учебники сами знаете но в каждом учебнике было каждом попробуйте не запомню закладывание сада начинается с пашки земли и закладываю это самую перепашка вместе с этими с минеральным одобрением а я взял 5 гектар а там сплошной дерн я бы вспыхал а вот остров воды полтора метра трактор заехать не может свой трактор только годом спустя купил и вот то что я не стал садил прямо в дерн догадаться сверху этот еще не было у меня мозгов еще не выросли мозги мы же постоянно развиваемся раз мы за 40 тысяч лет от обезьянок до этого до самого до росли до этих самых нововестковариатов за 40 лет от обезьянок а через 40 тысяч лет Эйнштейн через 40 тысяч лет из обезьянок вы понимаете вот чем мне я не могу вот это мне сейчас кто-то скажет да пошел ты отвлекайся постоянно давай просата я не могу я представляю как у тебя каждые 100 лет нарастали мозги мозги еще миллион клеток выросло еще миллион еще миллион еще умнее 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 то он как мы учим древний человек умел считать да считал раз два три дальше много хи 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 это все что в школе проходим это во это надо во и вот получается а это тоже часть твоей системы сказал а это мне прислали фотографию а я чем она мне понравилась потому что я тогда еще этого не знал но я уже не перекапывал не перепахивал а зачем его перепахивать там сложившаяся инструктура полностью подземные этажи готовы это чудо это подарок судьбы когда дают вот такой кусок земли посмотрите вот и садите семена хохом покаты вот поливать легко вода будет стекать но с трудом это не жирная земля это не глина это не чернозем то что надо где-то такую землю достал видите она даже слегка гранулированная вот смотрите видите она слегка гранулированная но живущей нет а дальше я не знаю что он там вырастил но это и есть мой ученик